Амбер 253 играет на гаджет, Роман, это я не к тебе, это я озвучиваю никнейм стила, и Dark for Fable играет на Груксевича. Ну и команда Wait, соответственно. Рэмпич у нас с забавным ником EA, я буду его так, видимо, называть. Алексей Беляков у нас играет на Деккер, Хариори у нас Грейстоун, Иги у нас Доктор W, и Зох это Гидеон. Так, и смотри, что ребята сделали из команды Вейтим, они отправили Грейстоуна на мид. Что очень интересно. Да, забавное решение, на самом деле. Забавное решение, и я пока не очень понимаю, кто будет стоять против него, я так думаю, что это будет стил, или... Я не очень понимаю сейчас, куда отправятся герои, честно говоря. Похоже, это будет стил. Ну, да, я на самом деле не совсем понимаю, почему этому Грейстоуну в начале игры дают просто фрифарми, куда вообще делись ребята, но, видимо, они засели просто в лесу некоторые ребята, а двое ребят, Панчер вместе с Гаджет, были на правой линии, но Гаджет, видимо, вспомнила, что она мидгейм-герой, то есть мидлейн-герой, и, собственно говоря, возвращается на свою линию. Ну, небольшой мискоммуникейшнг был между командами, в это время просто на левую линию заходит Эльен у Зоха, и у Зоха могут быть проблемы, если он, конечно, не блинканется, но блинканется ли он? К сожалению, нет, и это ферстблат для команды Сакура. Да, вот такой вот простой ферстблат, просто вышли, собственно, из леса, просто забрали и убили этого самого парня, а хочу сказать, почему, кстати, его убили. Потому что вардов нету. Нет, не поэтому. У него нету вкачанной ешки, у него нету вкачанного блинка. Да, умирает, кстати, тем временем Алексей Беляков еще на этом же самом лайне. Не было блинка у Гидеона на первом уровне, у него был вкачан метеорит, и это как раз послужило, в общем-то, причиной, ну, одной из причин его смерти. Да, вот поэтому нужно первым скиллом всегда прокачивать эскейп, потому что эскейп это все. Вот так вот, постоял в начале, запушил линию, пришло просто, там, пришло два героя, и сразу тебя убили, да еще и впоследствии забрали несчастного Белякова, Деккер, и, собственно говоря, это 0-2 на третьей минуте игры, и Сакура медленно, но вырывается вперед. Хочется отметить тот факт, что на соло линии есть варды, я этих ребят немножечко стал уважать, но вардов больше нигде нет, к сожалению, и это очень печально на самом деле. Ну, все-таки третья, там, четвертая минута игры, ребята, не очень спешат закупаться, там обычный пока что закуп, тем более, в принципе, некоторые варды уже практически попропадали. Там Груксевич пытался зайти на мид, возможно, хотел кукнуть Грейстоуна, но, к сожалению, что-то передумал. Передумал, а в это время Роман Стил будет заходить на Игги Скорча, и у Иги могут быть проблемы, потому что маны никакой нет, но вроде бы он на тревел-моде, да, и, скорее всего, он просто-напросто убежит. Сейчас, скорее всего, собьет его себе, да, он все-таки его себе сбивает и никуда не уходит, и вот сейчас будут у него проблемы, маны нету, скорее всего, побежать он быстро, или сможет все-таки, будет ли он убегать, нет, здесь стоит тонна вардов. Ой-ой-ой, как же он просто убежал, никто ему не сбил этот тревел-мод, он просто только что вот смеялся в лицо смерти, я тебе честно скажу, должен был там Груксевич сбивать ему тревел-мод, должен был Стил просто на автоатаку дать, но, к сожалению, ребята что-то немножко запереживали, никто этого не сделал, и Иги вот так вот зигзагами пробежал через всю команду Сакуры, и, собственно говоря, боролся за жизнь. Меня как-то смущает несколько вещей, во-первых, меня смущает то, что Стил до сих пор второго уровня, из-за этой беготни по лайнам, да, которые они сейчас устроили, то есть они не стоят на линиях, они постоянно куда-то убегают, и, кстати говоря, здесь Теллен впрыгивает на левой линии в Зох, Зох просто улетает наверх, здесь уже вкачал он себе блинг, и, в принципе, все скиллы пошли в молоко. Так вот, о чем я говорил, что Стил до сих пор второго уровня, из-за того, что он бегает по лайнам, был только что, сейчас апнул второй уровень, рэмп, и же был вообще первого, из компонентов, в принципе, то есть ребята получают явно малые экспы. Да, ребята немножко заигрываются с этой беготнёй, потому что это не всегда хорошо, да, то есть ты можешь делать киллы, но в то же время ты не получаешь никакого опыта в случае проигрыша. В это время там Хариори заходит просто на Стилай и на Груксевича, и начинает их немножко раздамаживать, но только у Грейстоуна есть пятый уровень, и есть у него ульта, и он может её реализовать. Зох и Алексей Беляков должны поддерживать, но почему-то, почему-то этого несчастного Грейстоуна оставляют здесь на соляночку, там могут быть проблемы, небольшой гаджет, её практически убили, но всё-таки вроде бы отпускаете. А Груксевича вряд ли кто-то будет отпускать, потому что он отправляется домой, это 1-0. Очень много намажет сил по этой самой Деккер, и может, в принципе, и нанести довольно много урона, вот уже на постабайнартыкал, тем временем Зох там чуть не умер от Химеры, будете дальше 19 за Алексеем Беляковым, Роман, какая замечательная игра Ников, да, скорее всего догонит его до конца, и довольно много сносит, правда, этот стилус ручки, бам, минус. Ну, начало игры, начало игры, оно чувствуется, и это, в принципе, размина 1-1. 1-1, но я не совсем понял, почему там был такой мискоммуникацион между командами, когда Грейстоун просто влетает, а в это время на правой линии, на 6-ой мнуке Игги в солянку разрушает просто вышку. Ой, как будет теперь Мердоку не сладко здесь. Да, есть такое, действительно, Мердок как-то не смог, в общем-то, нормально здесь выстоять, и у него, хотя, в принципе, не сильно он стоит по фарму, 11 скрипов против 14, но так или иначе, как тут вышечку он задейфить не смог. Ну, он, видимо, бэкнулся, а Игги вот со своими турельками на изи вообще все пропушил, и, собственно говоря, получил первую Т1, с чем мы, конечно же, поздравляем команду Войтим. Да, ну что мы можем сказать, собственно, по ситуации на карте, ребята получают мало опыта, вот что я хочу отметить, потому что, действительно, сейчас еще у всех вот есть, даже 12 карт сейчас ни у кого нет, уже седьмая минута, в принципе, скоро закончится, а 12 карт еще никто не получил. Ну, как-то запаздывают ребята, вот, может быть, сейчас 4 игрока команды Вейт пошли на черный, я надеюсь, очень. Ну, должны забирать его, ну, посмотрите на него. Вернись! Стой! Не совсем я понимаю, почему ребята вот бегают, но вы бегаете, зачем, ну, оставьте кого-то одного просто на этом черном, чтобы он забрал этот опыт. Каждый скинется по скиллу, этот черный сразу же упадет, и вы получите много экспы. Почему ребята ренерируют постоянно Black Buff? Это останется для меня загадкой. Странновато, да. На самом деле, я бы, наверное, хотел дать такой, может быть, совет, не знаю, будет ли он в тему вообще или нет, но совет командам, которые будут дальше играть в этом турнире, смотреть трансляции, которые сейчас идут, потому что есть команды, которые играют посильнее, и видны какие-то их ошибки, да, и команды, которые играют послабее, тоже могут чему-то научиться, узнать о том, что нужно забирать черный баф, или какие-то другие вещи такие, которые, в общем-то, в базис входят игры. Ну, вот пока что мы ждем второй стак черного бафа, третий стак, точнее, черного бафа. Да, я сейчас лежу за Стилом, и понимаю, что это очень плохо, когда на восьмой, на девятой минуте у Стила до сих пор четвертый уровень, у него нет ульты, и, естественно, вот теряется, теряется вот эта сила героя в начале. Потому что ульта Стила в начале играет огромнейшую просто роль, она может команде прям выиграть early game, вот, в соляночку, в визе, и этим нужно пользоваться. Но, к сожалению, ребята из команды Сакуры не совсем это понимают. Вот забери ты, черный, ну забери, ну там два стака просто, Романыч, но здесь на Романыча заходит иги. Не могут. Не могут, они никак забрать, и вот Стил просто, в итоге говоря, отходит отсюда. Мне больше всего поражает, что Грукс теперь до сих пор четвертого уровня. Вот как-то отстают по ловелам некоторые из... Хотя тут много, в принципе, четвертых ловелов все-таки еще. Но вот как-то недополучали экспы в начале ребята некоторые, вот этот Грукс, Рэмплитч из команды оппонентов. Слишком много бегали. Да, Стил четвертого уровня, например, и сейчас вот получить бы пятый и пойти бы где-нибудь реализовать бы эту ульту. А в это время ребята просто из команды Вейт Тим нагло зашли на левую вышечку и просто ее разрушили. Ее даже никто не дефал, потому что ребята из команды Сакуры не стоят на линиях. И это неправильно. Да, есть такое, есть. Десятая минута игры, у вас нету две Т1 вышки. Это плохо. Да, действительно, в общем-то, и мы видим, в принципе, что Вейт Тим, которые в начале игры не стояли на лайнах, теперь имеют преимущество небольшое по фарму. В принципе, 15 крипов, это, конечно, не так уж много, но так или иначе, это какое-никакое преимущество. Да, небольшое, но все-таки есть. Хотя странно было, в принципе, они бегали по лайнам в начале, в итоге говоря, на фармили больше. Хотя, наверное, это по большей части заслуга Мердока. Да, 21 крип у него, поэтому по большей части это он здесь молодец. Рэмпидж до сих пор четвертого уровня. Там, конечно, практически пятый, но... Десятая минута игры. Десятая минута игры, и он теперь не может подойти к этому Мердоку, потому что у Мердока седьмой. У Мердока седьмой, у него 12 карточек, у Рэмпиджа всего-навсего шесть, и, конечно, Рэмпидж просто здесь бегает, как бесполезный кусочек мяса. В это время ребята из команды Витим просто опять нагло заходят на медлиню, и им практически никто не мешает. Вроде бы там ребята стягиваются, вроде бы Химера тоже будет заходить в спину, и сейчас будет файт. Да, скорее всего, сейчас Грэйстон потеряет свою ульту, залетает Химера, стягивает двоих груз, очень неплохо, по всем заходит кровотечение, не дает он свою ульту, убивает очень быстро Игги, и остается один Грэйстон. Хариори, который бежит, пытается там жить, но, к сожалению, тоже не убегает, потому что вышка очень много дэмэджа наносит, но Зоггидон уходит, это, в принципе, два в ноль, и наказали, наказали команду Витим за то, что она вот так вот нагло просто пыталась запушить линию, конечно, у вышки там осталось буквально 30% здоровья, но Груксевич очень хорошо зашел, хорошо стянул, и, собственно говоря, изи киллы, изи киллы, возможно, это будет даже потеря Т1 вышки. Да, скорее всего, в ответочку сейчас ребята запушат, потому что, в общем-то, герои только респаются, декер с рэмпиджем еще не стягиваются, как-то декер вроде бы побежал, но еще далеко находится, да, вышечка очень быстро сбреет, и у меня такое ощущение, что эту игру сделает Мердок, потому что у оппонентов толком нету какого-то адекэри, который мог бы, ну, опять-таки, да, вот эти вот пики без адекэри, они очень такие, сомнительные. А, естественно, здесь есть Мердок, который, я надеюсь, будет собирать хорошие карты, я очень на это надеюсь, вот, и мы прямо вот увидим, как он сделает эту катку. Да, я тоже на это надеюсь, но пока что у него всего-навсего 12 очков, это не очень, на самом-то деле, много на 12-й минуте, поэтому надеемся, надеемся на то, что он как-то, но будет вытаскивать свою игру. Что ж, ребята из команды Сакуры собрались вместе на левой линии, будут они тоже, ты один вышечку пушить, и у них это на изи просто получится, потому что никто даже не пришел дефать. Там Грейстон просто посмотрел на все действия, такой, окей, здрасте, здрасте. Мы тут постоим, мы вам мешать не будем, как бы все нормально. Мне вообще кажется, что это игра, кто больше вышек не задефает. Пока что побеждает команда Weight Team, потому что у них потеряно... А, не, подожди, у них две... Ровно, 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 да, 2-2, согласен, да, не спорю, я ошибся. Да, действительно, команда идут ровно. Собственно, счет на незадефанной вышке, в общем-то, продолжается. Да, ребята разрушили по две вышечки, непонятно, почему они даже не пытаются дефать. В это время я уже вижу, как Стил бежит на рэмпиджи, у рэмпиджа могут быть проблемы, нужно ему уходить быстренько. У него, в принципе, есть там вышка, поэтому может он себе засейвить, тем более есть ульта, поэтому убить его здесь будет довольно-таки сложновато, но не совсем я понимаю, как играет Роман. Роман, это не твоя школа? Да, я в шоке. Даже я так не играю, если честно, то... Ну, я не знаю, что тут сказать, можно просто немножечко не доиграл. Немножечко автоатаку не дал. Немножечко не дал автоатаку. По-моему, человек, кстати говоря, дал автоатаку просто мимо, нет? Он, по-моему, мимо ударил, а потом проехался. Возможно. Что-то такое было. Ну, то есть, это было, конечно, забавно. И, кстати говоря, сейчас у стила, как я понимаю, не хватает маны на ульту, и вот тимфайт-то может быть провален из-за этого. Тимфайт может быть провален, там декер закрывает двоих ребят, могут быть проблемы там у Груксевича, потому что много НМЖ в него вливает, но все-таки вышка фокусит гаджет, гаджет быстренько уходит, дают в него стенд декер, и, собственно говоря, никого не убивает. А в это время просто Игги из команды Вейтим опять нагло пушит линию. Он только что забрал Т1 и начинает пушить Т2, и ему никто не мешает. Да, немного поправить это Сакура, Игги, ну, не суть. Да, действительно, он начинает, в общем-то, спушивать. Спушил Т1, забирает сейчас Т2, и, собственно, на код служит Т2 практически на полстолба, и только сейчас за ним бегут, уйдет ли он отсюда, скорее всего, встретит его сейчас здесь Химера или нет? Нет. Нет, хитренько пробежал, и, возможно, просто будет в шаду в пули вот здесь бэкаться. Слушай, давай, по-моему, справа у нас это Сакура, верно? Эллин, это Сакура. Так, да, подожди, все правильно, да, справа это Сакура. Значит, все-таки Игги, это было Вейтим. Да-да-да, это был Вейтим, все, это мы... Мискоммуникашн. Сейчас бы не знать, какие команды где, да? На самом деле это нормально, потому что каждая игра новые ребята, и, конечно, к этому немножко тяжело привыкать, пока, вот, собственно говоря, не привыкнешь, не привыкнешь к этому, поэтому, ребята, мы извиняемся заранее, входите в наше положение, будьте умничками. Я себе даже пометил на бумажке неправильно, поэтому сидел неправильно и говорил. Да, еще раз давайте скажем, что, собственно, справа у нас команда Сакура, слева у нас команда Вейт. Ну, окей, да, значит, в любом так или иначе случае команды игнорируют черный баф, опять-таки, пробегая мимо него, уже три стака в нем скопилось. Я этого не понимаю. Вот вы на линии стоите уже, не игнорируете крипов, которые там бегут? Почему? Так, поэтому зачем нужно вот игнорировать черный баф, который дает очень много экспы? Красный стоит, три стака, в лесу. Остановитесь, ребята. Что-то очень как-то странно, что ли, даже не знаю, как бы это назвать. Ну, не знаю, мне кажется, этим ребятам надо было просто посмотреть хотя бы одну игру из прошедших вот двух игровых дней, и там мы миллион раз об этом говорили, что это очень важные моменты, которые, ну, как бы, никак нельзя упускать. Рэмпорт мне услышал и начал забирать три стака синего на 16-й бафе. Химера влетает на игги в миде, и будет ли как-то здесь... Скорее всего, будет смерть Химеры сейчас, если еще одной тычкой попадет в него игги, Игги очень много надомажил с ульты. У нас Химера, скорее всего, здесь уйдет, да, и нужно было там, возможно, Химере давать ульту. После этого, возможно, она бы как-то добила этого игги с корча. Но, с другой стороны, там уйма демиджа просто влилась в этого игги с ульты. То есть, в эту Химеру от ульты Игги. Конечно, Химера была вынуждена отступить. И вот тебе, Игги, на 16-й минуте. И вот так вот опрометчиво на него заходить, конечно, очень и очень опасно. В это время команда Сакура, видимо, тоже нас услышала. Они забрали черный три стака, с чем мы их, конечно же, поздравляем. И это дает небольшой толчок к росту картам. Да, есть такое. Кстати говоря, я только что заметил, что Игги, когда догнался за Химерой, не прожал, собственно, свою... Правую мышку. Ускорялочку пробелую пробежку, да, вот это вот масло. Соответственно, за это он, в общем-то, не смог догнать эту Химеру. Ну, странно, немножко, может быть, там какой-то... Не доиграл чуть-чуть, в общем. Чуть-чуть не доиграл, видимо, он не ожидал, что он сам такой демидж вольет, и Химера будет вынужден отступать. Но, в любом случае, Химера будет в следующий раз более осторожна, и не будет вот так вот опримечиво просто запрыгивать на Игги и Скорча. Команда Сакуры собирается на миду, будут они пытаться пушить Т2-вышку, и, конечно же, сейчас будет обязательно файт. Мы этого ждем. Ждем, когда Сил будет впрыгать. Но в кого он будет прыгать, это уже мы не знаем. Там Игги засел стихонечку. Гидоныч тоже засел, ждут они, и начинается файтик. Закрывает декер, никого, промахивается он полностью ультой, там Грэстон начинает немножко агрессивить. У Фистила могут быть проблем, потому что много демиджа в него вливается, он сбивает ульту Гидону, и теперь у Гидону будут проблемы, потому что просто-напросто его за секунду сбрили. В это время там Игги Скорч тоже своей ультой, ему очень много демиджа наносил, и это размен один в один. Да, и сейчас забегает Грух, скорее всего будет какая-то стяжка, попадает у Баима двоим, отличная стяжка, действительно, залетает ульта также в двоих, заходит кровотечение в них, ну и здесь он отходит, в принципе, потому что урона в него вошло очень много. Хочется отметить тот факт, что Игги внес тучу демиджа просто в эти вот героя, там, в кого он в Стила, да, он заливал урон. Очень много. Да, невероятное количество урона, действительно, то есть прям вот он налил в него весь его столб. Да, там много демиджа ввелось, а и атаки, там, в принципе, и Стил более-менее неплохо сыграл, но Гидоныч, он слишком опрямичиво туда зашел, его сразу же зафокусили просто, и там, по-моему, 2 или 3 ульты в него ввелось, отчего он сразу же, естественно, и рассыпался. Неплохая там была стяжечка в конце от Грухсевича, он стянул Игги и, по-моему, Хариори, но, к сожалению, погиб только Игги, и то только от того, что Панчер. Моредок начал его расстреливать, но, в любом случае, это размен 2 в 0 для команды, то есть 2 в 1, для команды Сакуры, они немножко еще больше преимущества себе накопили, и, собственно говоря, вышку они все-таки не пропушили, потому что, видимо, испугались, забоялись и решили отходить. Стил на левой, на правой линии Стил толканул, собственно, Рэмпидж, и Рэмпидж сейчас бит Тревел Мод, и здесь 4 героя вражеской команды, скорее всего, что этот Рэмпидж здесь уже никуда не уйдет. Потому что ульта в КД, он еще там пытается как-то отбиваться, бросил камушек в Мердока, но, к сожалению, к выживанию это никоим образом не привело. Мердок сплюнул после камня и, в общем, продолжил его бить. Да, и продолжил стрелять просто, и, собственно говоря, по-моему, он даже килл забрал. Да, есть такой действительно, но, тем временем, пока никакого экшена нет, хочу ответить на вопросы сейчас, зачем нужен черный баф. Черный баф, опять-таки, повторимся, вчера об этом говорили, это лишний экспа, которую, если не заберешь ты или твоя команда, то ее заберет противник, скорее всего. А это кемп, который дает довольно много экспы, соответственно, плюс баф, который позволяет очень быстро сносить вышки. То есть, ну, так или иначе, это огромный буст, да, это лишний кемп, такой же, собственно, как лесной с бафом. Да, особенно, когда у него три стака, это огромнейшее просто количество опыта, поэтому игнорировать вот так, как это делают обе команды, Сакура и Вайтим, это просто непозволительно. И вот за такое ремнем действительно нужно давать. Игги, я заметил, опять Соляночку здесь просто стоит на левой линии, начинает подпушивать Т2 вышку, ему вроде бы даже никто не пытается там мешать. Панчер возвращается на базу, все, собственно говоря, ребята тоже будут возвращаться на базу, но получится ли у них задепать? Получится, потому что Игги испугался. Доктор W решил не наступать и просто вернулся на базу. Хочется отметить, что вардов не очень много на карте и хотелось поговорить про Харвестеры. Харвестеров ребята из Вейд поставили три штучки, вот я вижу, да, оставшихся, которые, по-моему, слева то ли снесли его, то ли его там и не было, честно говоря, не очень помню уже. Ну вот и один Харвестер остался в живых, вот второй только что воткнул Грукс, я так понимаю, что это с самого начала игры так и был всего один Харвестер, как я помню, у Сакуры. Ну, конечно, Харвестеры полезная штука на самом деле, очень, и они прям реально вытягивают команду, когда она не дофармливает. Видно, что ребята уже не первый день играют в моба игры, да, что у них есть опыт в подобном жанре, но видно, что они не совсем хорошо подготовились именно к парагону, потому что Харвестеры они не берут, не захватывают, черный баф так и стоит себе, и, собственно говоря, лесные крипы тоже там стоят, их никто не забирает. Это очень и очень плохо. Вероятно, они имеют большой опыт игры в Тетрис. Возможно? Кто знает? Может быть, а почему бы и нет? Ну, просто видно, что ребята не совсем плохо играют, но видно, что они немножечко вот таких вот мелочей, якобы, да, они их не знают. Что ж, в это время команда Сакура собирается на меду, всей толпой будут они пытаться уже во второй раз подпушить Т2-вышку, но вроде бы Панчер говорит, нет, ребята, я хочу уйти на правую линию и, возможно, там убить Игискорти, который постоянно напрягает своим спидпушем, и нужно его за это наказать. Собственно говоря, что они делают. В это время Химера сама почему-то на виде остается, и ее здесь вообще нужно забирать, что, собственно говоря, наверное, сейчас и войти будет делать. Хариори. Просто смотри. А на правом лайне тем временем подходит Игискорти, и, скорее всего, здесь не отпустят его, собственно, начинается за ним погоня, в 13 тысячу бежит в Грукс, и уже... Не знаю, что его ждет, Грукс. Игискорти себе еще и сбил, собственно, Тревел Мод, да. На самом деле он, возможно, мог... Да, здесь минус Сиги, потому что заиграл немножко здесь Игискорти, его сразу же за это наказали, а команда Вейтим, просто, ну, просто Вейткоманда, она не стянулась, и, собственно говоря, просто-напросто продала этого Игискорти, который, между прочим, не совсем собирается в защиту. Да, то есть он полностью собирается в урон, но, как по мне, это далеко не самый лучший бунт. Я тебе даже больше скажу, он собирается в урон, и вот так спит. Но это уже совсем другая история. Да, окей, ладненько. Еще, знаете, что я хотел обсудить такой вопрос по поводу Мердока, по поводу его сборки, я вот в самом начале сказал, я говорю, лишь бы он собирал бы нормальные карты, но первой карты он берет себе атомную бомбочку, Которую забивает, собственно, в 12 очков, да, итоговой суммой, и вставляет в нее все на урон просто, да, и, соответственно, шанс крита у него получается всего 3%. Вопрос, зачем тогда атомная бомбочка? Пара-пара-пам. Ну, да, немножечко, в общем, странные. Я же говорю, немножечко ребята недоигрывают. Видно, что опыта игры в парагон у них не очень много. Ну что ж, видим, что Панчер заходит на Рэмпеджи, встречают они здесь Рэмпеджи, и нужно Рэмпеджи, по-моему, просто использовать ульту, И пытаться упрыгнуть здесь. Он, конечно, потратит на свой прыжочек неправильно, и, естественно, здесь он, скорее всего, не заэскепит, Но все-таки, используя эту ульту, у Панчера могут быть огромные проблемы, потому что он отделился от команды, И нужно его быстренько зафокусить команде Вейтим, и сразу его наказать. Сразу его наказать, но, по-моему, он здесь выживает. 16 здоровья, 5 здоровья у него остается. Отличнейшая там ульта, по-моему, была от... От Гидеона, но... От Гидеона, да, но, к сожалению, ее сбили внезапно, и... Здесь вот сейчас у нас разделился стимфайт на две части, там Доктор Ви на Иге убивает нас Грукса, Теперь у этого самого Доктора Ви забирает Химера. Остаются здесь три, собственно, таких полупустых героя от обеих команд. Ну, и что здесь сейчас дальше будет происходить? У Грейстоуна есть все еще ульта, поэтому сейчас он активно зажимается против двух фрагментов. Нужно ему забирать Химеру, нужно забирать Химеру, а ребятам из команды Вейтим нужно наказывать Амбера. Потому что здоровья совсем у него не осталось, и, скорее всего, они так и сделают, забрали здесь гаджет, и, скорее всего, и стил тоже здесь отправится домой. Собственно говоря... Да, попадает с Анечком Деккер, и, в принципе, стилу здесь уже точно никак не уйти, ну, хотя бы уходит Химера. Кстати говоря, риснулся Мердок, и будет ли какой-то ультимейт, потому что ребята стояли под Вардом? Он уже использовал ее, он уже использовал, и он, по-моему, добил, я уже не вспомню кого, но, по-моему, он Доктора W добил. Вот, поэтому ульту он уже свою использовал. Ну что ж, общий размен получился 3-2 в пользу команды Вейтим, и был какой-то совсем непонятный файт. Начали на Рэмпидж заходить, почему-то Мердок спрыгнул из хайграунда, Мердок пошел совсем в одну сторону, Рэмпидж в другую. Этот Мердок чуть не поплатился за то, что так далеко зашел, собственно говоря, и отделился от команды, но команда Вейтим не смогла его зафокусить, хорошенечко не смогла влить туда тону дэмпиджа, а ребята из команды Сакура все-таки более-менее его как-то засейвили, стил там неплохо, рывочком своим проехался по ребятам и отбросил там, по-моему, два тела от этого самого Панчера. Да. Ну, такая себе катка, честно признаться. Я говорю, видно просто, что ребята не совсем... Ну, есть такое, да, как бы, то есть, чувствую, что, в принципе, игроки прям вот не совсем первый там, может быть, первый раз в моба, это действительно так, соглашусь, но как бы, да, в парагоне опыта совсем мало. Похоже. Это похоже, как будто бы Нави играют в парагон сейчас. Это похоже, как будто ребята просто сидят такие и играют в дотку или в лол, а потом видят на стоп-гейме типа турнир. Да-да-да-да, но я говорю, это, знаешь, просто Нави, мы вас узнали, выходите. Э-э-э, выходи, Дэнди, где ты? Дэнди, ты где? Да, то есть, примерно так это получается, сейчас заходят на Иги на левой линии и будут ли как-то здесь пытаться убить, да, скорее всего его убьют или нет, что-то очень мутит. Сянули его, сейчас и картечь полетит в лицо Иги, нужно его здесь добивать, много дэмэджа в него вливается, но, в принципе, и у Груксевича тоже там не очень много-то жизни осталось. Использую даже панчер блинг для того, чтобы сократить дистанцию, и да, что-то ребята творят такое совсем непонятное. Ну да, есть такое, на самом деле, немножко странноватое использование блинга, там проблема была в том, что панчер никак не мог попасть по этому Иги, ну, бывает такое, на самом деле, что иногда прям не летят выстрелы туда, куда хочется, но, видимо, из-за этого все-таки пришлось как-то резко приблизиться к этому самому Иге. Ну, интересный блинг на самом-то деле его выбрал Мэрдок, вот. Зато показалось, что у него есть эпическая карта. Ну, такое уж, такое дело. Ребята немножечко поменьше агрессии стали показывать, более как-то засели в своем лесу, одни ребята вообще засели под своими вышками, например, как Зох, он почему-то не хочет никуда уходить, вот все-таки решил Харристр собрать. А ребята сейчас будут выходить на Хариори, и нужно этого Хариори команде войти им сейвить. Собственно говоря, что они делают, они быстренько собрались вместе, кроме Гидона, который бегает совсем в другой стороне. Совсем в другой истории бегает Гидон. Да, такой, а я Харристр собираю. Пацаны, я полезный. Пытался там Хариори убрать вард, но, как известно, шаду варды разрушить просто так автоатаками невозможно, пока ты их не вижу. Но, видимо, ребята об этом не знают. Теперь научились, видишь, немножко полезной информации для себя подчеркнули. Обучение пошло. Обучение пошло. Заливается во все отверстия. Зашли во вражеский лес у нас Сакура, и, в общем-то, тусят они здесь как хотят, они спокойно забирают белые кемпы вражеские. Ну, и, собственно, я думаю, мне такое ощущение, что эта игра будет длиться еще минут 25 точно. Ну, пока ребята сообразят, пока силы решатся агрессивничать, пока ребята друг друга найдут. В это время, между прочим, Эйлиен забирает черный кемп. Угу. Да? Ну, конечно, да. Вот так вот серьезненько, в соляночку. Вчера у нас Дортла делал, но почему-то черный баф он решил не забирать. Ура, просто замечательно. Не, ну, на самом деле это смешно и грустно сразу одновременно. И Химера, похоже, хотел выйти на Иги из Корч, но Иги быстренько ретировался отсюда. Ну, такой себе, на самом деле, черный кемп, потому что там уже миллион стаков на нем было. Баф таки остался там. Баф таки остался. А, ну, тем более еще и баф там остался валяться. Ну, может, Мердок сейчас его заберет. Ну, пожалуйста, ну хоть что-нибудь. Ну, ребят, ну нет, нет. Все, я понял. Это ведь депрессия. Я, да, я расстроен, на самом деле, что вот такая немножечко катка пошла. Ну, заходит у нас на правое инии, сзади Грейстоун. Как-то смотрит он на этого Романа. Я не совсем понимаю, чего он ждет. Он, конечно, здесь собирает интересную у него тоже сборочка. Здесь есть и урон, и криты, и все на свете. Здесь есть немножечко защиты. Но это, конечно, не та сборочка, которую нужно... Которую хотелось бы видеть на Грейстоуне. Решил он все-таки отойти, решил не агрессивничать. На самом деле, не понимаю я почему. В это время и Гейскорч опять в соляночку пытается там пропушить. И, собственно говоря, немножко там криповчиков забрал. И вернулся на левую линию, где ребята начинают подпушивать Т2. И нужно с этим что-то делать. Нужно приходить ребятами с командой ВАИТИМ и дефать все это дело. Потому что вот так вот, видите, сейчас вышечку упадет. Да, сейчас, скорее всего, заберут эту самую вышку. Потому что что-то никого здесь нет. Заберут вышку, нужно забирать и Гейскорч. Нужно его забирать огромнейший просто демидж вливается в Химеру. В Химеру просто сбрили за одну ульту и Гейскорч. Просто пока она подпрыгнула, она уже там доумирала в полете, догнивала. И прямо когда упала, сразу же в могилу. Ну, собственно, хочется отметить, какой факт. Ребята в чатике спрашивали, когда будут катки поинтереснее. Опять-таки повторюсь, что команды совершенно разноплановые здесь. И, собственно, не надо думать, что если такой турнир, то такой все комьюнити. Просто разные команды совершенно зарегистрировались, которые мало играли, которые много играли. И сегодня у нас точно будут интересные катки и в 8, и в 9 вечера, потому что там будут играть ребята посильнее. Да, там ребята уже хорошо подготовлены, поэтому самые вкусные ребята на конец дня, на конец вечера. А пока что это разогревчик. Мы вас разогреваем. Да, есть такое. Да, есть такое, типа, ну, как это, как это называется? Подготавливаем. Аперитив такой, в общем. Да, чтобы вы когда увидели катку в 8-9 часов, вы такие сказали, вот это скилуха! Мне нравится, как пишут, да не ври, там все такие, ну, в смысле, все комьюнити такое. Ну ладно уж, ну не все, ладно, будем честны, что есть довольно много игроков неплохих, вот, и просто прошло очень мало времени с момента старта игры вообще, ну, вот этого ОБТ, и игра долгое время была в Альфе, да, и можно было попасть в игру только по ключу. И люди, которые пришли с 16 августа, попали в игру в открытое бета-тестирование, они еще могли не успеть научиться играть. Да, зарабатывали. И поэтому, когда мы видим, да, поэтому, когда мы видим людей в игре, там, неважно даже в каком рейтинге, да, они могли случайно в него подняться, там, просто за счет выигранных нескольких каток, они могли еще просто сами не успеть научиться играть. Они не будут плохо играть через два месяца, они будут нормальными игроками, но просто сейчас они еще не понимают, как именно нужно действовать в этой игре. Потому что, да, они растут, они опираются там на какие-то, на другие мобы, да, там, на доты, на лол, на все прочее, но здесь есть своя специфика, в общем-то. Например, захват Харестера, черных бафов и так далее и тому подобное. Ну что ж, обе команды собираются на миду, кроме Игги и Скорча из команды Вейтим, будет он сейчас там, видимо, подходить, а ребята в это время должны начинать файт, там будет прыжочек от стила, хороший прыжочек от стила по рэмпиджу, в принципе, нужно этого рэмпиджа быстро отгревать, пока он не использует свою луту. Ну, отличная стяжечка, просто по Круксевича потрым, но, к сожалению, демиджа отлично мало, Эйрин убивает Зоха, у Зоха сразу же, там, он, по-моему, даже ульту не смог нормально использовать. Хариори тоже. Ульту здесь, в принципе, мёрдок и, ну, Хариори, скорее всего, тоже отъедет, сейчас у него будет ультимейт, выберет и из него его, нет, Алексей Белякова просто забирают, Хариори триггернул свои ультимейт и здесь залетает по двоим, в принципе, неплохо. Собственно, стил дерется один в один с Игги и, ну, собственно, этот стил, естественно, погибает. Ну, размен пока что, как я помню, два в два. А, да, два в один, да, два в один. Ну, такие все ребята лоу-хпшные, я думаю, сейчас просто все разбегутся по базам. Ну, на самом-то деле, можно было немножко здесь поагрессионичить, с одной стороны, команде... Команде Вейтим, вот. Ну, почему-то они решили совсем не грешить, там у Хариори была фул мана, но с другой стороны, в принципе, обе команды зализывали просто свои раны. У Гаджи здесь вообще маны не было, она прям весь проказ запустила и, собственно говоря, всю сразу ману потеряла. У Панчера там тоже было совсем мало здоровья, поэтому ребята сделали два килла, потеряли одного стила и вернулись на базу. Изи. Чатик топит за Леху Белякова. Я Леху Белякова тоже люблю. Да? Я... Ну, ладно, да, я сделаю вид, что я тоже его знаю. Леха, мы с тобой. Леха Беляков. Леха Беляков, да. Ну, собственно, опять-таки, я как и говорил, скорее всего, эта игра, как мне кажется, будет длиться еще минут 25. Ну, наверное, затянут все-таки вот ее затянут. Ну, будут, ребята, видимо, накапливать преимущества, чтобы вот в конечном итоге прям пропушить две вышки ингибитор и... и ядро непосредственно. Что ж, Мэрдок на правую линию заходит на Игги Скорчий, но почему-то боится. Боится этот Мэрдок Игги Скорчий. В принципе, его нужно бояться, потому что там с ульты Игги носит просто уйму дэмиджа. У него все-таки полностью собрано все карточки в урон. И вот так спит. И вот так спит немножечко, да, есть. То есть, всего хорошего понемножку. Всего хорошего, Игги. Ну, вы держитесь там. Но Игги здесь выходил на мид. Зря, кстати говоря, мне кажется, не цепанул этого стила, потому что могли бы его здесь и размять, или хотя бы... Да, можно бы его наказывать. Да, развести бы его на ультимейт, например, для того, чтобы он им как-то себя засейвил. Но отпустили в итоге его. А зря, а зря на самом деле. И вот с правого, с левого лайна, прошу прощения, у нас заходит Грух, пробегает по черному бафу, и просто ребята разбегаются. Да, они даже друг друга не видят. Такая, здрасте, Кэллоу. Это слепая зона какая-то в этом месте. Они просто пробегают, как в туннеле в метро, знаешь, ты въезжаешь, и где-то выехал в другом месте. Они просто такие, заехали с мидом, о, я на другом лайне, все. То есть, я не вижу здесь. Черный баф, это нейтральная территория, там никто не сражается. Зох выходит там просто через блинк, но нужно его за это наказывать. Нужно просто Дарк Пейблу сейчас использовать свою стяжечку, за что, в принципе, собственно говоря, он и делает, и Зох платится своей жизнью. Очень плохо сыграл Зох. Да, действительно, он как-то глупо юзанул свой вот этот блинк, потому что он как-то начал падать вниз в лоу-граунд, но вот так говоря, он решил, чтобы я не упаду, ребят, я все-таки юзанул блинк. Ну и в этот момент его подцепили. Тем временем на правом лайне пушит Иги, и пушит очень неплохо, кстати говоря, с этим атак спидом-то надо заметить. Ну, у него очень много урона, поэтому крипы падают неимоверно быстро, и, собственно говоря, я думаю, он не будет останавливаться, он будет пытаться пушить ингибитора, но уже видно, что ребята из команды Сакуры отходят. А в это время команде просто войти нельзя было отпускать. Нельзя было отпускать Сакуру из мида, но все-таки они это сделали, и я думаю, что Иги здесь уйдет. Успеет он, наверное, уйти. Уйдет или нет? Панчер, алло! Что-то я не понял вообще, это просто что сейчас будет. Это вот та самая слепая зона. Да, то есть мы открываем Аномалии Парагон, новую рубрику, в которой мы будем рассказывать, идем про слепые зоны на карте Агора, в которых ты не видишь противников, ты не видишь крипов, ты вообще ничего в этих местах не видишь, ты просто пробегаешь мимо них, и все хорошо у тебя. Да, не совсем я понял, почему Мэрдек пробежал, видимо, он немножко растерялся, видимо, возможно, он увидел в последний момент, но, по-моему, он там даже не пытался стрелять, и, собственно говоря, Иги Скорч вот так вот простенько забирает Т2-вышку на правой линии, и, как кажется, прям на линии, никто его не забирает, не наказывает за это, и просто-напросто Сакура дарит жизнь этому доктору W. В комментариях там кто-то спрашивал по поводу того, как уменьшается ХП на ХП-барах. На ХП-барах ХП уменьшается, собственно, справа, одинаково, как и, в общем-то, в самом низу, и нет там никаких, в общем-то, других вариантов, поэтому в самой крайней правой точке, да, это будет полное ХП, соответственно. Ну и собирается как-то команда, как оперируется в миде, будет ли сейчас какой-то тифайт, я жду всю игру ульты стила. Он мне пару раз он заултил, я видел. Ну, я прям хочу, чтобы он взял, влетел там в троих, например, и там кого-нибудь там сбрило сразу, например, там залетает, там туда стил, там сразу ульта Мердоков, Гидеонов, какой он Гидеон, минус, и там все, потом пошли разносить. Да, давайте, команда Сакура, соберитесь и покажите нам мощную-то комбейку, у вас есть отличные герои для этого, у вас есть стил Мердок и гаджет, просто три ульты в одно рыло, это минус уже сразу герой. Нужно наказывать. Доктор Веб, говорю, доктор Веб, доктор W там просто опять уходит на блинке, никто его опять не забрал, и дарит жизнь, дарит жизнь опять этому Игис Корчу, а вот Панчера нужно сейчас забирать, нужно его наказывать, но, к сожалению, он на Тревел Моги и на Изи уходит. Ребята, кстати, забрали черный баф. Да, я вот тоже хотел отметить, что я прям, сердце радуется у меня. И выходят они на мид, и будет лезть драка, да, закрывает Деккер, к сожалению говоря, всего одного Грукса, залетает внутрь стил, попадает всего в одного, отвратительнейшая ульта, просто пытается выйти из этой клетки своим первым, но у него это, естественно, не получается, Деккер промахивается станом. Это замечательный парад плохих ультов от Саку и Вейт. Мы вчера такое и видели, когда Деккер не смогла закрыть. Это продолжение парада. Да, на самом-то деле, Алексей Беляков только что показал ужаснейшую игру на Деккеру, не смог закрыть одного несчастного Мердока, и, собственно говоря, за это, за это они, скорее всего, скорее всего, поплатятся вышкой, нужно, нужно, ребят, за это наказывать. Но у Стила, с другой стороны, тоже нет ульты, он влетел в одного только Грейстоуна, а, собственно говоря, это, наверное, худшая цель, которая только может быть. И что ж, видим мы, что команда Сакура собирается на Миде, а из команды Вейтим только трое ребят пытаются пушить Мид, а в это время Игискорч, боже мой, какой же он жук! Этот Игискорч, который просто нагло пытается сейчас запушить Ингибитор, и, скорее всего, у него это получится, потому что Химярч уже, конечно, бежит, но вряд ли он успеет. Вряд ли успеет, и нужно добивать этот Ингибитор. Очень, вот это вот такой сплит-пуш, он прям, ну, не знаю, я вот могу только провести какую-то, да, там, корреляцию с Дотой, да, где там есть какие-то Фурионы, там, или прочие герои, которые вот могут вот так вот пушить лайны противников, вот так вот по... по Жуковому вот так вот это делать, я даже не знаю, как это обозвать, но, к сожалению, Игги там умрет. Но он должен убить кого-то, должен кого-то убивать, и, собственно говоря, скорее всего, он и убьет Груксевича, но он уходит на лоу-хп, боже мой, лаки-рочки, лаки-рочки, ребята, Игги Скордж здесь долго-долго будет, наверное, бегать, но нет, не очень-то долго он побегал, собственно говоря, его сразу за это наказали. Но ингибитор он забрал. Да, но он сейчас ингибитор, да, это самое главное, это очень круто на самом деле, что ребята стояли, а кто у нас умер, кто у нас умер, у нас умер Грукс в итоге. А, видимо, его крипы добили. От крипов, да. Да, видимо, его добили крипы, и Игги Скордж не только пропушил медлинию, но и забрал Груксевича вместе с собой. Да, мне нравится предложение из чатика создать, нужно создать, короче говоря, новый канал, который будет называться VTF Moments Russia. И там будут поплохие моменты из турниров, где кривые улыбки. Это хорошая идея, на самом деле. Да. Да? Да. Я пошел двигать канал, в общем. Ну что ж, непонятная мне игра от команды Сакуры немножко не теряется, они вроде бы пытаются пропушить, но Игги Скордж они просто теряют, и после этого, конечно, инициации больше никакой от них нет, и они очень много вышек по этому поводу потеряли. Но они понимают, что Арба отличненько, они знают, что Арба Ресайт Ингибитор, если донести этот Прайм Орб на свой концарь, да, и они начинают его забирать, они начинают его забирать, но там уже Вейтим спалили их и будут ждать, и здесь будет, конечно, файтик, и он решит многое. Непонятно, зачем бросает Рэмпэйджками, видимо, сказать, что ребята, мы вас видим, здрасте. Здравствуйте. Ну, на самом деле, да, в общем-то, ситуация такая, что сейчас подбивают Арбу по чуть-чуть, и будет сейчас залетать Гидеон, он уже готовится, да, он залетает, хорошая очередь ульта от Гидеона, и, похоже, ни по кому не входит у Ром, тоже слишком высоко он подлетел, его сразу разваливает Химера, Химера, правда, не может выйти из стенки Деккер, поэтому убить она его. Зох отправится здесь домой, скорее всего. Ну, видимо, да, но, и не попадает ультой, он уходит, я так понимаю, скорее всего, отсюда, разминают, там, стила в этот момент, довольно много дэмэджа в него входит, еще подпрыгивает Рэмпэйдж, к сожалению, промахивается, только я по нему скиллами и ударами своими, Химера залетает от этого самого Рэмпэйджа, но, да, все-таки погибает он. Могут бы сейчас проблемы у Гадж, скорее всего, ее просто сбреют, здесь на секунду, там у Хориори тоже есть ультан, он, конечно, пытается где ребят раздамаживать, но выбили из него ульты, Амир отправляется домой, и это размен 1-1 пока что, а в это время, кстати, ядро-то пушится, Эллиен это понимает, он пытается бэкнуться, нельзя ему давать бэкнуться, и панчер, панчер тоже отходит вместе с стилом. Сейчас ядро переставит пушиться, потому что стил доносит арбу, вот, и, как ни странно, среди всей этой суматохи стил спокойно побежал и донес арбу. Да, я вообще потерял его из виду, он так себе тихонечко пробежал, и, собственно говоря, мишен комплит! Арбу забрали, ингибитор рейснули, и теперь уже, собственно говоря, можно уже начинать как-то по-другому играть. Ядро там немножко упало, на процентах, наверное, 5, и это... Это хорошо, наверное. Я еще на секундочку заглянул в чатик, увидел забавный коммент о том, как умер Грукс, он умер от стыда. Меня что-то прям позабавило это. Ну, который, когда он умер от крипов. Ну, да, на самом деле, это был такой себе момент, когда... Когда ты погибаешь от крипов, ну... Ну, да. Да, да, да. Что ж, это все шутки, но заканчивать игру-то нужно. 43-я минута на часах, и нужно ребятам уже собираться и как-то, как-то показать нам действительно, действительно хорошую игру. Пока нет никакого экшена. Отвечу на еще один вопросик из чата. Будем ли мы делать какую-то сборную чемпионата по итогам, да? Наверное, такого не будет, я думаю, но... Ну, у нас есть, собственно, с нашим, с проектом, с Gamebox связана одна команда. Так или иначе, это команда Synergy, которые, в общем-то, являются однозначно фаворитами этого турнира. Они пока еще не играли, потому что их первая катка должна была пройти в первый игровой день, но, к сожалению, их оппоненты не явились, сняли заявку, и поэтому они просто технической такой победой проходят дальше автоматом. Но мы обязательно будем кассить их игры в будущем. Ребята действительно играют на очень хорошем уровне, поэтому... Ну, можете считать этих ребят такой своеобразной сборной сильной. Да, сборной сильной. Очень, очень сильной. И что ж, видимо, что команда Сакура немножко разделились. Стилы с Груксевичем были на миду, почему-то они там решили остаться, а вся команда остальная решила там, возможно, поймать Иги, но, естественно, у них ничего не получилось. Там, конечно, Груксевич сейчас прям рядышком задит и в буш из-за вейтовой Иги, но, к сожалению, Иги опять... Этот коварный, проворный Иги уходит опять просто на бэк, никто его не забирает. Общий счет 8-17. И, конечно же, команда Сакура она ведет и по киллам, и по фарму, там по фарму 100 крипов это очень много, и по крипам тоже на... То есть по фарму, говорю, по фарму килов, вот. Тоже она там ведет на 8 убийств. Да, Эхимера у нас там в деревне на правом лайне пытается забрать Рэмпиджа и вносит в ней довольно много урон, но Рэмпидж регенится по ульту. Нужно выбивать ульту из Грейстона, нужно выбивать ульту, но остается у него там совсем-совсем мало здоровья, он уходит на лоу хп и, собственно говоря, этим себе жизни спасает. Немножко там Панчер не доиграл, нужно было его забирать, но он, в принципе, возвращается на базу, поэтому Т2 вышка должна сейчас падать. Должна сейчас падать, но стил почему-то в это время стоит на левой линии. Дружище, что ты здесь делаешь? Иди на юит и помоги себе, ребят. Да, не хватает вот здесь явно и, в общем-то, ребятам будет довольно сложно без него начать этот тимфайт и сейчас к нему уходит Игги, а мы знаем, как Игги в этой игре очень много дамажит и здесь может этот стил оказаться в очень неприятной ситуации. В миде тем временем сейчас начнется тимфайт, я так думаю, потому что Гидоун уже стоит в позиции номер 1 и, в принципе, будет сейчас запрыгивать. Нужно ему запрыгивать и просто хотя бы крипов убить, чтобы вышечка на кого-то согрелась, но ребята из команды Вейтим просто-напросто дают эту вышку, там Хариори, конечно, запрыгивает, но, скорее всего, он там поплатит за это и, конечно, стягивает прямо в ульту гаджет, будет там много дэмэджа у него влетать и, скорее всего, выбьет с него ульту, пошел Зох, начинает он ультить, ульту избивать некому, но все-таки химия разбивается и сразу же этого Зоха разбирает за то, что он так вот так вот нагло просто заультил, но выживает он на лоу хп, 100 здоровья, ребята, нет, все-таки Зоха забирает в это время Хариори тоже ультил в панчера и, собственно говоря, это размен 1 в 1. Гаджетом погибло, но вот уже видно, что Рэмпиш подходит в спину к ребятам, нужно давать станчик, дает станчик в Груксевича и что после этого последует, а ничего не последует, потому что все, собственно говоря, испугался почему-то Рэмпидж, в это время там Алиен, по-моему, напрыгнул просто на Хариори, Хариори, скорее всего, заберу здесь, потому что ульты у него уже нету и нужно Рэмпиджу возвращаться и нужно включать режим Бога, просто давай, дружище! Да, отличная прокаточка только что была от стила, по Рэмпиджу смог он тем самым засейвить своего Грукса, попадает станом, или не попадает, нет, не попадает все-таки в этого стила, там умирает тем временем Химера в лесу, умирает Ли, ну должна уже умереть, ну пожалуйста, спасибо, Алексей, Алексей Беляков, благодарим тебя, спонсор убийства Химеры, ну собственно Грукс на столовой ХП убегает и в меде там, в общем-то, стил тоже спокойно отошел, или не отошел, будет Рэмпидж что-то делать? Рэмпидж прям вообще? Баскетбол? Нет. Нет, не баскетбол. Что ж, общий размен 2 в 2, был себе такой очень странный файт, я не совсем понял, почему Рэмпидж настолько струсил, почему он зашел в спину к четырем ребятам из команды Сакуры, дал стан в Груксевича, и почему он потом не начал их разминать, у него, конечно, не было ульты, ульта вот только-только откадешилась, но на самом деле там можно было, можно было агрессивничать, можно было вносить танцев в дэмидж, и, собственно говоря, убивать, убивать просто Сакуру, делая там тимвайп, но, к сожалению, он испугался, и, собственно говоря... И, кстати, в меде Алексей Беляков погибает, потому что очень неплохо сыграл Панчер, и, в общем-то, размял Счалова издалека, допрямил блинком, чтобы точно не отпускать, и забрал. Поэтому, в целом, каточка заходит сейчас хорошо для этого самого Мердока, несмотря на то, что карты вначале он покупал, ну, казалось бы, сомнительные. Да, сомнительные катки, говорю, сомнительные катки, сомнительные карты, но счет у него А7-06. Да, и, кстати, вот хочу отметить, что карта он продолжает собирать сомнительные, потому что у него карта есть беспощадной, которую он забивает очень, в общем-то, дорогими улучшениями, и в этих улучшениях нет шанса крита, то есть он, в общем-то, у него сейчас 6% шанс крита, ну... Ну, если у него немножко урона, если у него, конечно, пенетры там немножко, это, конечно, спасает команду Сакуры, и с чем мы, конечно, с чем мы не можем не радоваться. Что ж, в это время ребята из команды Вейтим понимают, что нужно немножко отформиться, потому что по карточкам они проигрывают, и вообще общие преимущества, по-моему, у команды Сакуры. Вот. Зох опять здесь засел на хайграунде, ждет, видимо, волну крипов, чтобы дать свой куханчик. Куханчик? Зох на самом деле любит, я смотрю, эту позицию, он туда вот встает все время, и единственное, что, по-моему, он не получает экспы от крипов, да, он не получает очки карты, к сожалению, но стоять он там любит. Это уже совсем другая история. Зачем тебе нужен этот опыт, когда ты можешь бросать свои космические разрывы с кайграунда? Ну, вроде того, да. Что ж, видим их, что команда Сакуры собирается на правой линии, будут они, скорее всего, пытаться запушить Т2 вышку, возможно, после этого даже забрать ингибитор, но в это время доктор W просто в нагляночку левую линию соляночку подпушивает. Соляночку подпушивает. Если он снесет сейчас Т2 и потом пойдет в ингибитор и снесет этот ингибитор, либо тем самым отзовет пуш команду Сакура. Самое интересное, что команда Сакура, она не видит этого Иги, она просто не обращает внимания на мини-карту. Ребята из команды Сакуры заходят, Т2 вышка падает, там сил в кого-то заултил непонятного, сразу, конечно, сбили ульту Зоху, Зоха, а нет, все-таки ульту не заултил, отличнейшая ульта просто в 5 человек, но сразу же ему эту ульту избивает и, собственно говоря, самого Зоха тоже отправляет в таверну. У Хорьори тоже мог быть огромнейшее проблем, потому что нет у него там вроде бы уже здоровья, да, ульту из него выбили и, конечно, проблемы сейчас, увейтим, несмотря на то, что Иги там солярочку... Да, и Рэмпич, скорее всего, сейчас тоже погибнет, потому что, хотя нет, он отбегает, в принципе, в другую сторону, бегу от базы, ребят там безопасней, выбирает такой путь Рэмпич, а тем временем, действительно, Иги сносит сейчас ингибитор и он его, скорее всего, доснесет, потому что сюда пришел Мердок, хотя Мердок, в принципе, может дать отпор, несмотря на то, что у него собраны криты, да, там, которые очень маленькие шансы имеют. Так или иначе, Иги очень много наносит урона и он просто сбривает этого Мердока за буквально пару секунд и, в принципе, тем временем здесь все-таки погибает Рэмпич. И сам ингибитор тоже погибает, там, ценой своей жизни все-таки забрал забрал Иги Скорч, и ингибитор, и, собственно говоря, Мердока тоже. Не нужно здесь, нельзя здесь отпускать Харьори, нужно просто, говорю, все еще заходить туда, давать хотя бы автоатаку, но, к сожалению, Харьори просто на тревел моде уходит. Вышечку, в смысле, ингибитор попытается команда Сакура запушить и, скорее всего, у них это получится, потому что некому дефать. Некому дефать, и это, в принципе, такой странный файт 4 в 5, который повел за собой, в принципе, потерю ингибитора одной команды, но и потерю ингибитора и второй тоже. Да, однозначно, конечно, сейчас, в принципе, вот этот тот тимфайт, который был 4 в 5 без Иги, который пушил, собственно, другой лайн, надо было оставить этот А2, надо было просто отдать ее, не стоять под ней вообще в принципе, просто, в общем-то, отдать ее противнику, стоять под ингибитором и дефиться уже там. Так или иначе, бы эту вышку не задефили, и зато тем временем не дефил. Возможно, ты не прав, потому что там нужно было давать этот файт, из команды Сакуры были только 4 человека. 4 человека, а из команды Вейтим, которые дефили, было 5-ро, им нужно было просто быстренько... А где... Не, подожди, Вейтим, это который у нас слева, ребятки, и они у нас дефили, соответственно. Там одного Иги не было, он был под, собственно, вражеским ингибитором. А, да, все, да, правильно. Тогда все правильно, ты говоришь, я немножко уже запутался. В это время, в общем-то, ребятки из команды Сакуры понимают, что нужно рисовать свой ингибитор, они забирают арбу и без каких-либо препятствий, никто им в этом не мешает, и будут они доносить эту арбу на свой алтарь и, собственно говоря, уже рисовать во второй раз ингибитор. Да, действительно, задолбали эти ребята рисовать свои ингибиторы. Оно так бесит, когда это в твоих катках, да, ты разрушил раз ингибитор, они его рисовали, разрушил второй, они опять его рисуют, и ты такой, да господи, боже мой, чё вы, без арбы-то не можете, да, файтиться? Хочется отметить тот факт, что на 52-ю минуту, есть волшебный рэмпидж, у которого 33 карты, есть гидеон, у которого 27 карт, и ульта этого гидеона, в принципе, не наносит никакого урона практически, и мы, в общем-то, видим определенную доминацию команды Сакура, но вот этот вот, как это правильно сказать, грязный Игги, который играет грязно, сносит ингибиторы, приносит очень много проблем. Игги, мвп этого матча, это факт, я тебе честно скажу, потому что он единственный, кто, в принципе, хоть как-то напрягает команду Сакуры. Ну да, в принципе, он создает тот экшон самый, и если бы сейчас был не Игги, а любой другой герой, который бы стоял там же вместе со своими союзниками в тимфайтах, а не пушил как-то где-то там, вот окольными путями, то, скорее всего, игра бы уже закончилась, на самом деле, потому что вот эти вот стесненные ингибиторы, они сильно давали о себе знать сейчас. Да, очень сильно они напрягают, в принципе, это нормально, таки должно быть, и, собственно говоря, что мы видим, команда Сакуры собирается на правой линии, будут они, возможно, подпушивать правый уже ингибитор, и, собственно говоря, возможно даже заканчивать игру, потому что преимущество у них есть, а этот Игги просто опять в наглую, в солянку разрушает Т2 на меду. Да, и сейчас он будет пытаться заходить в ингибитор, в принципе, сюда пришел панчер, но мы знаем, чем заканчивается встреча панчера, и, в принципе, сейчас здесь Игги, если правильно заульти, то он просто срубит, в принципе, этого самого Мердока. Да, с одной ультой. Да, ну, нет, и, конечно, сюда еще Химера, и Игги нужно уходить. Игги нужно уходить, но в это время Вейтим нельзя отпускать никого из команды Сакуры, там Дейкер закрывает троих ребят, но почему так, к сожалению, никто туда не захотел ультить, я не совсем понимаю, почему. Ребята пытаются здесь ингибитор втроем пропушить, и нужно сейчас команде Вейтим наказывать за это. Наказывать за это, но ребята из команды Сакуры просто уходят в тревел мод, и, собственно говоря, уходят от этого ингибитора. И Игги не разрушил ничего, и ребята тоже ничего не разрушили. И вот как-то, я думаю, что так будет до бесконечности. Ну, в любом случае, сейчас ингибитора у Вейт одного нету, им довольно сложно дефить это ядро, которое постоянно нужно отвлекаться на этот лайн, постоянно нужно, в общем-то, держать какое-то внимание на нем. И вот сейчас ребята из Сакуры, я надеюсь, будут заходить в мид, и, в принципе, я все опять-таки жду этой самой решающей ульты Стила, когда он запрыгнет, когда он размозжит противников, и это прям решит катку. Вот сейчас они запрыгивают на Хариори, отвратительная ульта от Стила, я не дождался, притягивает Хариори обратно, но у Хариори есть ульта, что только его раздамаживать, то, в принципе, снесли им очень мало урона, Зох здесь неплохо заултил, но не дамажит он по противнику, потому что слишком высоко он висит в воздухе, забавный фейл получается, ну и, опять-таки, парад ультов фейловых. Я не совсем понимаю, почему команда Вейтим друг друга не поддерживает, Гидеоныч только что шикарнейший, просто залетел в пятерых ребят, и если бы ребята из команды Вейтим поддержали бы его, то это был бы Тим Вайп, но, к сожалению, они этого не сделали, и, собственно говоря, из-за этого сейчас, возможно, потеряют свою Деккер, которая просто притянулась от Станчика, как говорю Станчика, от притяжечки Груксевича, а в это время просто из Хариори выбили ульту. Да, и сзади в этот момент бегает Игги, кстати говоря, нажаривает он очень сильно с тела, и убивают они очень быстро с тела, и тем самым сейчас еще убьют, скорее всего, и Эмбер, там разваливает все время кабину Химера Хариори, и Химера там делятся против двоих, но Хариори уже без ульты, он погибает, скорее всего, умрет ДСИЗОХ, если он, в принципе, продолжит дальше агрессивничать на этой Химера, потому что Химера явно сильнее него. Ну, такой Тимфайт вот начался по поводу, да, ульты Гидеон вот этого, он ультанул и висел в воздухе слишком высоко, и получилось, что он вообще не наносил им урона, и в принципе, там даже если поддержал его команду... Не, он урона именно наносил, там даже Панчер немножко развалился, в это время, там я вижу, Алина немножко напрягает, нужно, нужно его убивать, нельзя его отпускать, там уже и Рэмпидж вроде бы тоже спустился, и встретит эту несчастную Химеру, поэтому Химера здесь тоже отправится домой, но, к сожалению, не тем путем, о котором мы думали, она просто добежит на своих ногах, потому что Рэмпидж пропустил Химеру мимо себя, и она вот так вот на изи, в наглую просто пробежала через enemy лес, и, собственно говоря, опять что-то мистика какая-то. Да, и в это время чуть-чуть падает ядро, у ядра уже примерно меньше, там, 50%, процентов 40, а какая у тебя минута? У меня 56.35, поэтому я знаю, что ты немножко спешишь. Да, давай, стой, я тормозну, и ты тормозни, мы синхронизанемся. Давай, какая у тебя минута? У меня 56.46. У меня 42. 4.5.6.7.8. Угу, 9. Да, 50. Так, теперь я чуть отстаю, прям на секундочку, клик-клик, и все будет окей. 55.6.7.8. Еще? Нет, теперь я что-то впереди, это волшебство, ну, сейчас я сам жмакну. Так, у меня 5.6.7.8. Да, все в порядке. Все в порядке. Окей. Отлично. Ну что ж, ребята, мы возвращаемся, спасибо крутым повторам в парагоне, которые иногда просто рассинхронизируются, ну, такое уж дело. Что ж, возможно, Элиен, Элиен пойдет забирать черный баф, давай, дружище, три стайка, они тебя ждут, но он, к сожалению, просто-напросто проходит через черный баф, и будет он встречать доктора W, но, скорее всего, доктор W его убьет, потому что химера, мы это уже проходили, ульта просто вливается в химеру, но, к сожалению, не очень-то много демиджа она вливает в эту химеру, и, конечно же, доктора W, отличнейшая просто стяжка от Груксевича, и здесь доктора W наказали, и нужно пользоваться тем, что не будет очень долго, эээ, очень долго не будет этого Яги Скорчи, и нужно сейчас ребятам из команды Сакуры собираться на одной линии и пропушивать ингибит. Рэмбак заходит сзади, и, скорее всего, он просто хочет фидануть, и тот парень, потому что он очень большие плюшки получает от Мердока, и я вообще не понимаю, зачем он здесь вышел, если честно, очень странно, было блинг от Мердока, и здесь минус рэмпадж. Отвратительная ульта от... Ааааа! Да, в общем, хотел я сказать кое-что по поводу Иги Скорчи, который ультанул в химеру. Химера собралась, и в принципе, достаточное количество хп, достаточное количество армора, естественно, хп-шки лишние аж 800 и 400 в разных картах, да, и еще там в карточке есть соточка, Это сколько у нас там? В общем, довольно много Не могу, у меня фигово что-то с математикой в данный момент И 176 энергоармора Которые, в общем-то, его от этого Иги Сейчас спокойно спасают Да, не совсем, я только что понял, что вообще Сделала команда Вейтим, она отдала сначала Иги Скорча, зачем потом полез этот Реймпедж Я понятия не умею И зачем потом Стил еще тратил Свою ульту на этого Реймпеджа, я тоже Понятия не имею, в любом случае это 0-2 И сейчас команда Вейтим Будет дефить Ингибитор втроем Против пятерых из команды Сакуры Смогут ли они убить этот Ингибитор Узная буквально через Вот долю секунды Не переключайтесь Залетает у нас Грейстоун Ну ребята просто вбаливаются в этот Ингибитор И здесь скорее всего, неплохая, кстати говоря, ульта от Зоха Но в Зоха входит слишком много урона Здесь вряд ли он что-то как-то еще сможет сделать Харьер воскресает, но Опять-таки здесь, ну Ничего он сделать не сможет Он еще и походу подвис, что ли, или был какой-то проблем С коннекшеном, тем временем падает ядро само по себе От крипов с другого лайна И походу ядро умрет просто без даже героев Да, без героев, потому что Это был Не, по-моему там Панчер последний удар нанес В любом случае, очень забавная победа Достается команде Сакуры Или Сакура, она вырывается вперед На одно, один поинт Но надо помнить, что есть еще Вторая и третья игры, поэтому Нельзя команде Вейтим сдаваться Нужно сражаться до последнего Мы пока что Уйдем, отдохнем, потому что Игра была Очень и очень странная